Нешумные вечеринки с друзьями, не компьютеры, даже не автомобили. Вот уже на протяжении 10 лет известного блогера и студента Брестского государственного технического университета Кирилла Вавренюка увлекает волшебный мир садоводства. За это время он вырастил на домашнем участке настоящий оазис из 2000 различных растений. Но заветной мечтой юноши было создание парка, где каждый желающий смог бы прикоснуться к прекрасному миру цветов. И надо сказать, такая возможность у него появилась. Изначально здесь был вообще пустырь. И когда мы уже согласовали, что здесь будет парк, я создал первые две клумбочки. И само собой осенью я посадил многолетние растения, которые были маленькие и визуально они вообще никакие были. Сейчас я вот прохожу мимо и горжусь тем, что я вот создал за пять месяцев. Реальную сказку, куда приходят люди вдохновляться, они вдохновляются и после хотят тоже выращивать. Это вот как раз таки и цель есть кветка парка. Давнюю мечту юноша смог воплотить благодаря инициативе ректора своего вуза. Александр Баханович предложил Кириллу реализовать задуманный и разбить сад на территории университета. Так, менее чем за полгода обычная лужайка перед учебными корпусами преобразилась в самый настоящий кветка парк, который радует изобилием прекрасных цветов и ароматов. Вообще это очень замечательный пример того, как идея наших молодых ребят реализуется на практике. Я уверен, что таких идей очень много у наших ребят, они самые разные. И демонстрируя отношения к Кириллу, мы и другим даем вот такой вот шанс и уверенность в себе, что можно реализовать все свои самые, может быть, казалось бы, нереализуемые идеи. Но самое главное помочь человеку на первых шагах. Кветка парк будет и дальше расти и развиваться. У его создателя много творческих идей и задумок. Так, в скором времени здесь появится красивый пруд, где будут рыбки и разные растения. Мой кветка парк будет отдыхать, то есть в нем абсолютно ничего цвести не будет, буквально два месяца в году. Если будет весна теплая, начиная с февраля начнут цвести подснежники. И до плотной осени, такой поздний-припоздний, что-то, да и будет цвести в кветка парке. А летом, весной и осенью тем более что-то будет цвести, и даже не что-то, а очень много всего. Сегодня Кирилл с радостью проводит экскурсии для жителей-гостей Бреста, знакомит их с миром цветов и растений, делится ростками и своими знаниями со многими людьми. Юноша уверен, что любой желающий может вдохновить людей и сделать мир вокруг чуточку лучше. Главное – трудиться, верить в свои силы и следовать за своей мечтой.